всем доброе утро мои хорошие вот такой вот завтрак до явления с собой вчера была гречка и две котлеты но она ходит с девочкой в столовую с одноклассницы они делятся вчера кира дала ей бутерброд с колбасой алена поделилась котлеткой и гречкой поэтому здесь у нас сегодня макароны вон там на дне две котлеты два сырника и огурец порезанный пополам вот у нас подружка делится подружка с чем-то с ней делится такой вот обед вытереть коробку а то мокрая кашляем обе с откашливаться стало наверное грудной сбор это самое но лена что-то пока не откашливается сейчас еще попьешь ли ну или зак такие вот так у нас утро начинается пошла моя дочушка в школу он сейчас выйдет из-за деревьев на улице 13 градусов сегодня у нас но уже хоть не 8 нормально где она там застряла где-то а вон идет наделись колготки и сарафан школьный блоску и пальтишко выручает что пальтишко она не толстая не тонкая такое что-то между кофтой и пальто выручает конечно но на прошлом году было подлиннее прям в этом году чуть покороче но главное рукав нормальный значит можно еще поносить вообще мы стараемся вещи брать всегда но если это куртка всегда с запасом то есть запасом рукав запасом длина чтобы было я считаю так правильно такое ясное утро сегодня так что еще раз всем доброе утро и удачно провести день у меня завтрак такой поздний потому что долго спала заварила себе амидцитрон попью и доем вермишель с котлеткой и может сейчас огурец еще не знаю сама не знаю что хочу сделала себе завтраку еще салатик огурцы помидоры и пару редисок оставалось поем салатом и прям подучи за компьютер в комнату кушать что-то посмотрю ничего сегодня не охота делать надо ужин готовить даже ума не приложу что готовить морозилки есть и мясо и окорочка но короче по завтраку и потом буду что-то решать буду размораживать еще так готовить куда деваться на улице на сегодня солнышко плюс 23 в тени градусник у меня в тени сейчас находится 23 показывает короче ребятка нас опять нет горячей воды и хау шоке дурном потому что еще я вчера еще поняла что не будет потому что вчера раскопали новую яму вон огромную раньше глумба такая красивая была только сделали клумбу так жалко прошлый раз вот там была раскопана вот видите там еще не успели толком в асфальт закатать уже разрыли следующую ямку что-то делает но мама позвонила говорит что вроде как к вечеру обещают дать ну посмотрим короче опять мы без горячей воды точно что надо бойлер ставить и не зависит не зависит от этого не знаю раньше нас такого не было сейчас что-то прям массово все трубы по износились и все это ну хотя бы делают это радует но если сегодня вечером дадут то это быстро потому что ямку только вчера вечером эту яму ям ищу огромную только вчера вечером я шла по улице тут стояла машина выгребала все это рыло кучу детей смотрела интересно всем было вот короче такие дела опять без воды мы горячей если ничего делать не хочу блин сил нет меня гора посуду домой ой турдом я так еще не решила что готовить сейчас пойду открою морозиловку и погляжу что не охота не че я когда я сейчас просто позавтракала уже мне не охота есть поэтому сложно так мозгу соображать что готовить кушать еще до вечера далеко на обед суп гороховый есть так вечер и решу что нибудь на крайняка мне так выручает микроволновки режим у меня есть разморозка быстрая разморозка вот так меня выручает всегда даже тот же фарш положила там буквально три-четыре минуты и разморожены ну там какие-то небольшие градусы подает он так и называется режим разморозка и четыре варианта птица мясо овощи и десерты по моему там четыре этих режима у меня так что можно будет быстро разморозить со школы учительница у нее сегодня спрашивала чё лена так кашляет да а ты чё ответила не говорили дома сиди там лечись не кушает суп этот гороховый с хлебом буквально 10 минут у нее есть надо бежать музыкалку я себе тоже суп грею сейчас тоже поем лену провожу да поем и соники а тебе насыпала сонечка а ты не хочешь конечно у лены вкуснее тут ну все ешьте проводила еленочку в музыкалку сажусь тоже обедать она не допила этот чай этот от кашля короче допью он чуть осталось тоже поем гороховый суп сало с хлебом и все такой мой обед решила выйти на свежий воздух потому что дома сидеть тоже не это самое плохо на улице жара такая сегодня короче прошла сельпо да домой вернулась у меня сельпо рядышком показываю что купила взяла минералочку потому что каждый день в бутылочку 0,5 или не наливаю в школу кефир ну а сейчас сразу цены по чеку что там по чеку идет водичка 10,69 моршинская захотелось фанта я прям посреди дороги открыла и выпила так прям пить захотелось я же говорю жарко фанта 18 гривен 19 копеек дальше взяла скумбрию одну за килограмм 67 гривен вышла одна штучка на 29,29 хочу в духовке как-нибудь запечь не знаю так и хек взяла за килограмм 68 три штучки на 62 гривен ну два таких средних один такой маленький взяла так дальше перец паприка красный молотая две упаковочки по 5,54 на 11,08 две штучки так 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 нет сельпо так неудобно чек как-то это самое как-то непонятно тут написано по 5,54 паприка правильно да штучка 5,54 дальше акция на печеньки вот эти вот супер контик я взяла два с орехом и один со сгущенным молоком они сейчас я разберусь и скажу по 5,29 одна упаковочка так дальше палочки кукурузные 4,89 вот такие вот биззи пчелка нарисована сладкие кукурузные палочки батон за 11 гривен 19 копеек и все общая сумма у меня 160 гривен и еще заходила в колбаску ой кто-то пришел в колбаску заходила взяла колбаску Лена открой дверь Лена открой дверь пожалуйста колбаску наверное из недорогих короче за 1,81 гривна вот эта вот пол палочки на 18,65 такая недорогая колбаска что тут написано салтовский завод мясокомбинат такие вот покупочки пить хочу не отпустил решила себя сегодня короче побаловать скажу честно никогда не запекала в духовке скумбрию честно первый раз в жизни всегда хек либо ментай вот скумбрия впервые вот не знаю как мне лучше ее сделать значит хочу лука добавить я вот не знаю либо лук порезать вот так вот положить ее сверху либо нафаршировать порезанным луком вот так вот и в еще один слой фольги чтобы она вот так вот именно стояла не на боку лежала а вот так вот стояла ой короче я что-то не знаю ладно сейчас я посолю немножко ну в любом случае должно быть вкусно мне прям уже я бы и сырую ела так люблю рыбу что сырую бы ела я даже здесь поудаляла реберные косточки они так легко как-то достались повынимались чуть-чуть натереть солью и немного перца как же мне сделать ой как же мне сделать перчика ой чуть-чуть потому что он острый так ну верно я луком нафарширую все-таки сейчас я его порежу тоже присолю немножко прям так не сильно тонко ну именно лучше прям внутренне фаршировать луком он тоже сок даст мне кажется лучок лук тоже немножко присолю и перца добавлю и перца добавлю вот так вот чуть-чуть его разломаю ну вот как-то так наверное прям вот так вот во внутрь или ерунда это я не знаю а чё а если зубочисткой прям скрипит да слушайте точно наверное так а как же у меня влезет я еще хотела лимон сюда внутрь впихнуть хотя бы пару долек он так не вместится вместится так блин ну значит не весь лук уйдет не знаю так стоять стоять пожалуйста стой сейчас я возьму зубочистки хотя бы две зубочистки хотя бы две зубочистки да так сейчас сразу отрежу лимон на другой досточке надо ой что-то у меня тут места мало так ну этого достаточно будет один лишний уберу чуть-чуть хотя бы дольки три так внедрить туда лимончика так ну охота ж весь лук что ж мне его выкидывать что ли так ну все вот так вот достаточно наверное ой чертишо да и сбоку бантик еще надо прицепить а ну-ка есть есть и один с этой стороны не выпадай пожалуйста так мне надо сделать наверное из фольги такую как лодочку то есть я не прям чтобы она стояла сейчас я сделаю надо что-то смастерить такое еще возьму фольгу вот так вот примерно вот так вот вот так вот вот так вот иди сюда и сразу же наверное ее попробовать ой еще вот кто-то с меня смеется наверное будут так ой держится держится еще в одном месте бы так хочу держится все хорошо держится отлично супер так сейчас стоять стоять вот этот все уберу протру чуть-чуть не знаю что это получится такое слегка фольга защитит потому что у меня духовка сильно шпарит нормально не думал что она упадет не должна во всяком случае упасть и чур вот так вот запекаю без всякой без сметаны без майонеза ничего просто вот такое охота диетическое блюдо конечно хек он более диетический но вот что-то в магазине посмотрела думаю я ж никогда скумбрию не пробовала духовку не знаю где-то наверное на минут 25 20 25 она быстро рыбка готовится посмотрим что получится ай слюни текут камеру вам видно это не видно видно да было вот так вот короче все это выглядит а слюни уже текут у нас с леной перекус отпустили сегодня лену с музыкальной школы прям с урока сильно учительница сказала кашляет крит иди домой лечись кашель у нее но у меня уже такой прям мокрый немножко откашливается а у лены сухой пока но пьет она это вот сейчас я и сделала кто-то слева это у нее чай с медом и с лимоном как раз вот буду пробовать сегодня еще не пробовать а петровская слобода сейчас попробую а у лены две чайных ложки меда только лимона где она тут я ее прям помяла так выжила с нее все соки вот и чаек ну пакетик чая а чай кстати тоже лимоновый лимонный вот как раз попьет и сырнички разогрела я покушаю вот эту вот штучку этот вафельный тортик шоколадный лена уже села по дороге в музыкалку прям по улице шла и лопала и еще вот это вот есть откроем сейчас по чаевничаем сейчас немножко подостынет будем пить чай вдвоем поля лякаем потрячим короче ребятки пошла за компьютер пить свой кофе леном чай остывает взяла с собой эту вот штуку сразу хочу поделиться с вами вот я ранее показывала да такой торт вафельный типа шоколады и этот фундук да ну конечно короче мне не очень не знаю что там лене понравилось возможно лена когда в школе кушала была сильно голодная что и так понравилось фундука вообще ноль не ощущает ну понятное дело здесь орешков я вообще не ощутила может быть какой-то есть ароматизатор фундука он не ощущается хотя мне нос заложен тоже вот короче я не в восторге потому что все это дело суховато я думала здесь больше шоколада внутри между вот вафельками оно как-то суховато и ну не знаю короче я отложу может быть потом как-то съем а сейчас я возьму вот это это вкуснее короче ребят получилась вот такая у меня рыбка только достала в духовке я еще духовку отключила и она постояла у меня в духовке уже ну медленно как бы это самое остывая не знаю вот я хочу потрогать лук готов или нет но лук такой и не совсем готов но и не совсем хрустящий такой вот средний слегка хрустящий но мне кстати такой больше и нравится даже ну вот я не знали мало я бы но я подержала во времени где-то около 40 минут она стояла у меня не ну конечно она готова 40 минут вот и при этом она сочная получилась очень очень сочная это хочу попробовать хоть кусочек очень классно пришла с улицы на роликах каталась доделала математику садиться ужинать чебуреки у нее на ужин и салату сергея тоже чебуреки и лечо а я попозже буду пока не хочу я хочу проголодаться а потом в полная мере насладиться своей рыбкой которую приготовила елена ку-ку положи телефон и давай кушай вот дети сейчас зависает в телефоне а чё ты с одним наушником потому что другой не работает все сдох соня погрызла я угадала ухта соня все грызет тетради грызет карандаши пол пачки карандаши уже наверно точно съела дали все достает где что плохо лежит где она может достать то все она думает что это ее вещи длина я такое ощущение что я сама с собой разговариваю нет я понимаю что зрители смотрят в час данный момент с тобой разговариваю все не серьезно ложите лево я будешь кушать потому что время тик так тик так идет вкусные чебуреки а кстати допила я чашечку кофе это петровская слобода правильно петровская слобода у меня просто мозг не соображает с этой болезнью огромное спасибо иночке действительно кофе очень классный она посоветовала я купила попробовала так что благодарочка да действительно мне тоже больше понравилось чем ма кофе оно как-то насыщеннее что ли насыщение и вот привкус карамели классно так что буду теперь покупать такое кофе да соника ты тоже хотела а соня вообще ничего не ест только со стола вообще оборзела их даже эти каркасы которые спинки курочку ей варю сварила это самое без каши даже с кашей не мешала просто ее любимую курочку там мясо на ней куча нет не ест ли на чё ты сидишь и не понимаю лена все ложи мне ну серьезно ложи а то что еще раз не пущу на улицу но серьезно время ли все да все давай вперед руки мыли были все приятного аппетита дякую дякую я на здоровья ишт иди ты мои хорошие сажусь и я ужинать вот такая у меня рыбка обалденная ай сейчас буду кушать обожаю рыбу салат лена не доела я доем и сейчас чаник немножко подостынет потому что заливается вот эта вот штука не кипятком теплой водой пускай постоит и я перед сном на ночь в забор бешу вот это вот выпью стаканчиками цитрона и буду ложиться спать еще видео наделаю для вас уже привыкла что я так понимаю утром вы просыпаетесь и видео есть да потому что я ночью принципе вылажу но очень поздно не не каждый не спит в это время как я так что только ужин всем огромное спасибо за просмотры за комментарии за поддержку и всем пока пока спокойной ночи